Здоровая Волга, чистая Волга. В селе Красный Яр на базе левобережных очистных сооружений началось строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Метод такой очистки безопасен для природы, потому что при помощи него можно отказаться от агрессивного хлора. Станцию обещают сдать с декабря 2020-го. Также отремонтируют сооружение биологической очистки. Финал работ придется на 2024-й. Системы фильтрации источных вод приведут в порядок через 4 года. Готовят к реконструкции и объекты водоснабжения. План обсудили на совещании при губернаторе. Здесь у нас сегодня работа по двум проектам. Строительство объекта водоснабжения Чердаклинского района. Первый этап – реконструкция Архангельского грунтового водозабора. Это второй этап – строительство водовода в поселок Октябрьский. Третий этап – водовод от поселка Октябрьский до РП Чердаклы. В Ульяновской области воплощаются программы природосберегающего направления. Все они входят в утвержденный президентом Российской Федерации национальный проект «Экология». Губернатор напомнил чиновникам о том, что ульяновцев необходимо обеспечивать чистой и качественной водой. Необходимо обращать внимание не только на речные ресурсы. Нам надо еще раз внимательно посмотреть, может быть и стоит со следующего года увеличить объем финансирования для проведения родников в достойной состоянии. Возвращаясь к теме очистных сооружений, ультрафиолетовая станция появится и в Новоульяновске. Ее начнут строить в следующем году. Обновление систем фильтрации входит в федеральный проект «Оздоровление Волги». Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости УПРАВДЫ ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok